МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аршавин перебрался в Арсенал в 2009 году и защищал цвета клуба до 2013 года. В 2012 он уходил в аренду в Санкт-Петербургский «Зенит». Форвард провел 105 матчей и забил 23 мяча. Рассказывает ресурс. Наиболее удачной для Аршавина сложился сезон 2010-2011, когда в 52 встречах он записал на свой счет 10 голов и 17 передач. Кончельский сыграл в составе Манчестер Юнайтед с 1991 по 1995 годы. В составе «Красных дьяволов» Хавбек провел 123 матча и забил 47 мячей. Защитник Реала и сборной Испании Сергио Рамос решил подразнить лучшего баскетболиста современности Леброна Джеймса. В своем твиттере Рамос написал «Готовлюсь к матчу звезд. Можешь лучше, Леброн». И прикрепил к твиту видео со своим броском. Рамос является давним поклонником Леброна Джеймса. Несколько лет назад, когда Джеймс еще выступал в Майами, защитник Реала вместе с товарищами по сборной Испании приходил на матч-хит. Рамос далеко не единственный футболист, способный совершить танк. Баскетбольный бросок, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Своими баскетбольными способностями ранее хвастались форвард Ницца Марио Болотелли и защитник Баварии Джером Буатенг. Как пишет издание, Серхио Рамос наверняка будет одним из тех, кто 17 февраля посмотрит трансляцию конкурса танков в рамках ежегодного звездного уикенда НБА. Внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в Международной Федерации Футбола. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Нарушения закона касаются коммерческих контрактов и взяток, выплаченных бывшим чиновникам организации. Подробности не сообщаются, однако эти данные могут повлечь новые обвинения от властей США и Швейцарии, ведущих расследование о коррупции в Федерации. По информации издания, проводившее расследование юридическая фирма выставила счет FIFA за свои услуги более чем на 30 миллионов долларов. Как напоминает Bloomberg, 27 мая 2015 года в Швейцарии по подозрению в коррупции задержали ряд высокопоставленных руководителей FIFA. Аресты были проведены местной полицией по запросу Минюста США. По версии следствия, за 20 с лишним лет деятельности функционеры получили около 150 миллионов долларов взяток. Бомбардир мадридского реала Криштиану Роналду отозвался на призыв о помощи от владельцев приюта для собак в родной Португалии. Питомник для четвероногих друзей расположен в городе Гавея и позволяет держать для лечения порядка 80 проблемных животных. При этом приют находится на грани закрытия из-за отсутствия средств. На лечение и содержание животных нужны тысячи евро. По информации Вашингтон-Пост, помочь животным решил сам Роналду, который узнал о проблеме и передал хозяевам приюта свою футболку с автографом. Она в дальнейшем будет продана с аукциона, а вся прибыль уйдет на спасение питомника. «Хочу поблагодарить Роналду от всего сердца. Да, это простой жест, но он очень важен для нас». Сказала владелица приюта Лилиана Сантуш. В текущем сезоне Криштиану Роналду провел за Реал 23 матча и забил 16 голов во всех турнирах. 5 февраля футболист отметил свой 32-й день рождения в кругу семьи. Как сообщают в СМИ, этот день для Роналду мог сложиться совсем по-другому. Все дело в том, что 5 февраля Реал в рамках чемпионата Испании должен был на выезде сыграть против Сельты. Однако шторм повредил крышу домашней арены клуба. Из соображений безопасности матч был перенесен, а Роналду смог полноценно насладиться своим персональным праздником. 26 апреля на турнире женской теннисной ассоциации в Штутгарте впервые после вынужденного перерыва появится на корте 29-летняя россиянка Мария Шарапова. Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что очень рад возвращению на корт, дисквалифицированной за применение мельдония россиянки. Об этом сообщает Матч ТВ. «У нас с ней всегда были прекрасные отношения. Мы с ней хорошие друзья. Я бесконечно уважаю Марию, и мне жаль, что с ней это произошло. Я рад, что она так скоро вернется. Желаю ей наилучшего и надеюсь, что она снова станет первой ракеткой мира. Она этого достойна». Рассказал Джокович. Шарапова была дисквалифицирована на два года Международной федерации тенниса в июне 2016-го. 4 октября спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с двух лет до 15 месяцев. В последний раз Шарапова находилась на первой строчке рейтинга WTA летом 2012-го года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова